В течение этой зимы на Ульяновскую область обрушилось несколько сильных снегопадов. С ноября прошлого года по конец января по области выпало 218 миллиметров осадков при норме в 100 миллиметров. В последний раз столько снега выпадало 10 лет назад, в 2014 году. Это стало непростым испытанием для всей коммунальной инфраструктуры. Да, мы не допустили ни серьезных коммунальных аварий, ни происшествий, повлевших за собой вред здоровью людей. Однако необходимо отметить, что в ряде случаев не хватало оперативности в действиях профильных министерств. В крупных городах региона, таких как Ульяновский и Демитровгат, не хватало техники и людей для борьбы с большим количеством осадков. Были и другие ошибки и проблемы. Губернатор поручил наказать чиновников, которые допустили безразличие при выполнении своих обязанностей в борьбе со стихией. От снежной темы перешли к социально-экономическим итогам развития области в 2023 году. Основные показатели у нас находятся в зоне положительных значений. Индекс промышленного производства вырос с 90 до 112%. Показатель позволил региону выйти на четвертое место в Приволжском федеральном округе. Мы прогнозируем, что первая половина 2024 года также будет характеризоваться возможностью для роста. Для этого есть все фундаментальные основания. В сфере малого и среднего предпринимательства также мы закрыли с показателем 43,5 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. Почти 4,5 миллиарда рублей было получено в областной бюджет Ульяновской области только по специальным режимам налогообложения. К предприятиям Ульяновской области требуются рабочие руки. На единой цифровой платформе «Работа в России» по региону открыто более 16 тысяч вакансий. Из числа обратившихся в органы службы занятости, а с точки зрения поиска подходящей работы нам обратилось больше 12 тысяч человек, то каждый второй нашел свое рабочее место. Кроме того, отдельным приоритетным направлением работы является обеспечение кадрами предприятий ведущих отраслей экономики. Этот тренд сохранится и на 2024, и на последующие как минимум два года точно. В Ульяновской области успешно реализуется национальный проект «Демография». Он направлен на помощь семьям и гражданам старшего поколения. По нацпроекту реализуется пять региональных проектов, в их числе финансовая поддержка при рождении детей. У нас 18,5 тысяч семей действительно воспользовались мерами поддержки и получили ту необходимую помощь, которой нужна была семье. С 2023 года внедрено единое пособие, и теперь семьи могут получать помощь с момента постановки на учет по беременности и до достижения ребенка в возрасте 17 лет. Завершая аппаратку, Алексей Русских озвучил новые кадровые назначения. Бывший руководитель областной счетной палаты Игорь Егоров стал заместителем председателя правительства Ульяновской области. Он будет курировать Министерство имущественных отношений, охрану объектов культурного наследия и всю финансовую систему региона. Валентина Никонова, Марат Мигдеев, Олправда ТВ.